Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Собрано больше половины урожая, но темпы все еще отстают, что мешает фермерам поднажать. Многоуровневые, перехватывающие парковки и грамотное проектирование жилых кварталов. Как можно решить проблему нехватки парковочных мест? Он не учитель, но наставник. В этот день мы расскажем о том, кто растет будущих чемпионов по фехтованию. Федеральная антимонопольная служба направила письмо нефтяным компаниям и частным АЗС о необходимости снизить цены на топливо. Они адресованы компаниям в Белгородской и Ростовской областях, Ставропольском и Краснодарском краях и Дагестане. В Алтайском крае сообщений о нарушениях не зафиксировано, но проблемы с горючим наблюдают во всей стране. На Алтае дело уже не только в цене, но и в количестве горючего, что отразилось на уборочной компании. А она в этом году и без того сложна из-за погодных условий. С какими успехами сельхозпроизводители завершают первую неделю октября и как сейчас обстоит ситуация с топливом, узнавал Данил Кузнецов. Нехватка топлива все же дошла до Алтайского края. На АЗС нередко можно увидеть, что некоторые колонки не работают, отчего образуются очереди. Однако, если простые жители могут подождать, у агрария в каждый час на счету. Сельхозпроизводители натерпелись за сентябрь, который не давал убирать урожай из-за непогоды. Повышенный спрос на топливо в уборочную и его нехватка привели к тому, что оптовая цена доходила до 95 тысяч за тонну. Такую сумму зафиксировали в Комитете по аграрной политике Краевого парламента. А это почти на треть больше среднерыночной стоимости. Причины дефицита и оверпрайса просты. Продажа нефтеперерабатывающими заводами горючего за границу по серым схемам. Ситуация доходила до того, что в некоторых районах края крупногабаритную сельскохозяйственную технику приходилось заправлять на АЗС. Ситуация на рынке ГСМ – это тема для аграриев. И для всех нас в настоящий момент наиболее острая и требует особого внимания. Но проблемы сейчас испытывают в основном малые хозяйства, где требуется не очень много горючего. На крупных сельхозпроизводителей скачки в топливной сфере сказались не так сильно. Вообще, если говорить о тех серьезных руководителях крестьянско-фермерских хозяйств, то, конечно, они заранее беспокоятся и закупают и на пассивную, и на уборочную страду. По информации Министерства сельского хозяйства края, аграрии закупают по ходу сезона примерно треть горючего. Поэтому уборочное вряд ли встанет. Тем более, большая часть урожая уже получена. Зерновых и зернобобовых культур убрано с 60% площадей. На данный момент нехватки ГСМ для проведения уборочной кампании в регионе не зафиксировано. Ситуация с обеспечением и ценами на ГСМ находится на контроле, мониторится, идет взаимодействие с федеральным центром. Из-за затягивания уборочной фермеры работают в круглосуточном режиме, используя каждый сухой день. В любой возможный момент ведут обмолот, приспособились к сушке урожая в несколько этапов. А губернатор Виктор Томенко обратился в федеральный центр с просьбой увеличить поставки в край пропан-бутановой смеси. Из-за влажности зерна его приходится больше сушить. И сейчас при сборе с полей 60% урожая сушить нужно миллион тонн зерновых и зернобобовых и 700 тысяч тонн масличных культур. По данным на начало недели, сбор зерна в крае составил почти 3 миллиона тонн. Площадь убранного рапса почти 70%, льна масличного 35%, сахарной свеклы половина площадей. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком. 6 и 7 октября в Барнауле отключат тепло в домах на двух участках улицы Попова. Это запланированные работы, а их цель сделать грядущий отопительный сезон стабильным. 6 октября с 6 часов утра до 22 мы планируем отключить тепловую сеть по улице Попова от Павловского тракта до улицы Энтузиастов. Для чего мы это делаем? На этом участке мы переложили, выполнили реконструкцию тепловой сети диаметром 1000, протяженностью 600 погонных метров. Для того, чтобы эту сеть вывести из ремонтной схемы в рабочую, то есть постоянно, необходимо выполнить отключение и выполнить переврезку сети с удалением четырех глушек, которые в настоящее время стоят, которые были установлены для того, чтобы потребители имели горячую воду. Приносим свои извинения за причиненные неудобства. А 7 октября отключение коснется жителей улицы Попова от улицы Взлетная до Павловского тракта. Теплотрассу перекроют с 9 часов утра до 22 часов вечера. Там будут устанавливать заглушки для последующей реконструкции. Дело в том, что этот участок был введен в эксплуатацию в 1976 году. Износ трубы достиг серьезных показателей, о чем свидетельствует количество повреждений за последние пять лет. Поэтому специалисты выполнят перекладку этого участка теплотрассы и постараются оперативно вернуть тепло в дома. В компании просят барнаульцев проявить понимание, ведь все эти меры уменьшают вероятность аварий в зимний период. С этого месяца всем жильцам многоквартирных домов стоит быть внимательнее. Начали действовать новые правила оплаты ЖКХ и теперь недобросовестных жильцов могут заставить платить за хулиганство. Разбил лампочку в подъезде, расцарапал штукатурку и прочие действия с октября будут официально значиться дополнительными расходами. Если по вине кого-то из собственников у управляющей компании или ТСЖ возникли лишние затраты на содержание общедомового имущества, их будет оплачивать сам нарушитель. Соответствующие правила появились в гражданском кодексе. Предполагается, что личность хулиганов будут определять по записям с камер видеонаблюдения или по показаниям очевидцев. При этом эксперты обращают внимание, что нововведения не должны стать поводом для повышения сборов со стороны управляющей компанией. Также она не имеет права и затягивать процесс устранения поломок. Барнаул попал в рейтинг лучших городов России для бизнеса, по мнению издания «Форбс». Столица Алтайского края заняла 21 место в списке. Результат достойный, говорят эксперты, учитывая, что в России больше тысячи городов. По каким критериям составлялся рейтинг? Об этом в материале Ирины Корчагиной. Это тот случай, когда даже 21 место почетное. Барнаул попал в рейтинг лучших городов для бизнеса, по мнению издания «Форбс». И это среди тысячи городов России. В первой тройке оказались Краснодар, Южно-Сахалинск и Тюмень. В рейтинг по понятным причинам не стали включать Москву и Санкт-Петербург. Эксперты оценивали кадровый потенциал, инвестиционный климат, демографическую ситуацию. Для нас очень важно, что во всем рейтинге именно доля, удельный вес оценки именно бизнеса занимает 50%. Понимаем, что именно благодаря, прежде всего, оценке нашего бизнес-сообщества такой рейтинг получился. Сегодня в Алтайском крае в сфере малого и среднего предпринимательства занята треть всего экономически активного населения. А это 352 тысячи человек. «Мы сами себе оплачиваем больничные, как собственники бизнеса. Если что-то, какие-то непредвиденные ситуации, мы несем полную ответственность за свое детище. Это тоже надо понимать. Налоговые органы, проверки, ведение отчетности. Но это все решаемые вопросы, их можно решить. Но главное, либо иметь специалиста, который компетентен в этом вопросе, я имею в виду юриста и бухгалтера, либо самому уметь решать эти вопросы». А проблем за последние годы было много. Последствия пандемии, санкции, дефицит кадров – все это не могло не отразиться на бизнесе. При этом, заверяют в Краевом управлении по развитию предпринимательства, в регионе создавались и создаются условия для бизнеса. Это и нацпроекты, и субсидии, и гранты. «Огромный комплекс мероприятий сегодня нацелен на развитие предпринимательства. На всех уровнях. Специфика нашего края в том, что практически во всех отраслях основной костяк – это именно представители малого и среднего бизнеса. И все мероприятия, которые сегодня реализуются по поддержке, по развитию, формированию комфортного налогового законодательства, которое учитывает интересы всех сторон. Реализуется огромное количество мероприятий финансовой поддержки. Как пример хотел бы привести региональный фонд финансирования предпринимательства. Мы сегодня начинающим предпринимателям предоставляем займы на 3 миллиона рублей под 1%. Добавим, что во многом именно состояние сферы малого и среднего предпринимательства обеспечило Барнаулу место в рейтинге одного из самых авторитетных экономических изданий. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин, Алексей Фритин. День с толком. Многоуровневые, перехватывающие парковки и грамотное проектирование жилых кварталов. Архитектурное сообщество Барнаула предлагает варианты решения проблемы дефицита парковочных мест в городе. Наша съемочная группа побывала в густонаселенных жилых кварталах краевой столицы и посмотрела, как там справляются с нехваткой парковок. С каждым годом по транспортным артериям города курсирует все больше и больше машин. Едва ли не каждая семья сегодня владеет автомобилем. Удобно, но не всегда. Чего стоят километровые пробки в часы пик и дефицит парковочных мест в вечерние часы. От заторов избавиться сложно, а вот увеличить число мест под 4 колеса вполне возможно. Это многоуровневые парковки, многоярусные, и подземные, и надземные. То есть, в общем-то, опыт есть уже в крупных городах, где даже и в исторических частях города делают соответствующие архитектуры, многоуровневые парковки, в которых люди ставят, а куда деться. В Барнауле одна единственная мне известная парковка многоуровневая. Это на Никитина-Ленина во дворе такая парковочка стоит. Но насколько она востребована, неизвестно. Многоуровневый паркинг позволяет пристроить ласточку в безопасном месте. Но услуга стоит денег. Автомобилистам же хочется иметь просторную бесплатную парковку возле своего дома. Некоторые барнаульцы приводят в пример Мичурин парк. Мол, неплохой пример того, когда бизнес-фактор уходит на второй план, а на первый выходит человеческий. Застройщик не просто построил многоэтажки, но и дал парковку людям. Причем такую, что хватит всем жильцам-автомобилистам. На тысячу жильцов 300 парковочных мест. Таковы нормативы в Барнауле. Со следующего года число обязательных парковок подрастет еще на 100 мест и достигнет 400. Но архитекторы все-таки настаивают на том, чтобы не превращать город в сплошной паркинг, а проектировать и строить жилье таким образом, чтобы все стороны были довольны. Мы сейчас с вами стоим как раз на усиленном газоне. И можно посмотреть на всю ширину вот этой территории. Она состоит из тротуара, велодорожки и усиленного газона. Все вместе это дает нормативную ширину 6 метров, что является пожарным проездом. И вместе с тем это является территорией двора. Пешеходной территорией двора. Здесь не ездят автомобили. Детский сад, пешеходная зона, велодорожка. И никаких машин. Довольно просторная бесплатная парковочная зона располагается по периметру, снаружи комплекса. В Барнауле по пальцам можно пересчитать застройщиков, которые комплексно подходят к строительству жилых кварталов. В новых микрорайонах еще есть определенная проблема – это высокая плотность. Даже, я бы сказал, высочайшая. Все мы сейчас видим и не будем этого скрывать. Мы строим очень высоко и плотно. Поэтому большая ответственность на проектировщиках. Как на архитекторах, как градостроительно распределить места для машин, найти места для дворов и прочее, и прочее. Это очень важно. Если мы просто делаем дом, ставим проезды, пихаем машины, получается недружелюбная среда. Ты выходишь, тебя могут сбить, переехать, страшно отпустить ребенка. Об этом, обо всем нужно думать с самого начала. Найти место и для двора, где безопасно, и места, где можно поставить автомобили. Что касается старой части города, то там особенно остро ощущается дефицит парковочных мест. Архитекторы предлагают следующее решение. Что, допустим, касается старых дворов, там, пятиэтажки, девятиэтажки, как и с этой проблемой бороться, это только самим жителям. То есть им нужно приглашать специалистов, которые осмыслят происходящее сейчас во дворах, определят места, которые можно отвезти под парковки, которые можно отвезти под дворы и благоустройство, и тем самым переформатируют это пространство. Специалисты также говорят, что частично снимет острую боль перехватывающие парковки. Перехватывающие, допустим, где-то на въездах, выездах из города, на каких-то крупных узлах пересечений, где человек может поставить там свою машину, а остальное двигаться уже на общественном транспорте. А в сторону общественного транспорта смотреть стоит, обращают внимание эксперты. Ведь в одном большом автобусе может ехать 50, а то и больше человек. Если все они возьмутся за руль, то парковочных мест однозначно не хватит. Ни в Барнауле, ни в любом другом городе. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком. Сегодня по всей стране отмечают День учителя. Многие при слове «педагог» вспоминают школу. Однако значение этого слова куда обширнее. Например, для одного из наших корреспондентов самым запоминающимся учителем стал тренер по фехтованию Валериан Феоктистов. За свои годы он воспитал не одну сотню детей и вывел этот вид спорта из стагнации. В честь 60-летия алтайского фехтования мы решили сделать репортаж о нем. Как Валериан Феоктистов готовит своих воспитанников. Смотрите далее. На своих занятиях Валериан Феоктистов оттачивает технику спортсменов и готовит их к всероссийским соревнованиям. Такой пример знаменитый алтайский тренер подчеркнул от отца. Именно Владимир Феоктистов 60 лет назад основал школу фехтования на Алтае. Спорт – семейная традиция. Дома все в фехтовании. Все папины друзья. И он меня с собой брал регулярно маленького на сборы. Я эти все пропитывался. И когда дошел до определенного возраста, я, конечно, захотел этим заниматься. Для меня было тяжело. У папы были очень много высококачественных учеников. И мне было страшно, что я не оправдаю его надежды, что я не смогу добиться каких-то таких результатов, чтобы мой папа мой гордился. Результаты были. С первого раза выиграл первенство страны. Дальше – больше участия в европейских и мировых соревнованиях. Однако скоро пришлось закончить. Одна из причин – здоровье. Как сказал Валерий Анфеоктистов нашему телеканалу в 2012 году. Ну, в какой-то степени грустно, но уже пора заканчивать. Здоровье уже пошаливает. Травмы все больше и больше дают о себе знать. Кстати, у фехтовальщиков какие травмы-то бывают? Уколы? Да, уколы. Ну, больше всего страдают коленные суставы, поясничный отдел, позвоночная столба, потому что стойка однобокая, фехтует одна рука. И поэтому, конечно, позвоночник очень сильно страдает. Уже более 10 лет он живет достижениями учеников. Сейчас тренирует взрослый состав. Однако с некоторыми начинал с самой юности. Валерий Владимирович – это мой первый тренер. Мы с ним очень давно работаем. И он самый лучший. А почему он самый лучший? Ну, он всегда поддерживает, всегда поможет. И не только в фехтовании, но и в жизни. Кстати, я и сам занимался у Валериана Владимировича. За 5 лет я получил звание кандидата в мастера спорта. И хоть мною был выбран другой путь – журналистский. А руки-то помнят? Молодец! Спасибо! Кстати, обучает он довольно строго. Как сам признается, стиль преподавания у него своеобразный. И вот это самое, по моему мнению, автолитарный стиль преподавания, он дает вот именно такие плоды, что люди потом занимаются именно профессиональным спортом и индустрией. И там достигают высоких результатов. А если ты занимаешься, естественно, начальной подготовкой спортсменами, то кому как. Тут, конечно, надо быть и мамочкой, и папочкой, и нянечкой. Тут уже автолитарный стиль не работает. Все зависит от степени мастерства твоих спортсменов. Чем выше, тем жестче. Особенно высокие требования были к первой серьезной ученице – Анне Смирновой. В этом году она стала победительницей первенства страны. Весь изученный опыт Валериан Феоктистов вложил в Кирилла Шаповалова. Поэтому в 16 лет он получил звание мастера спорта. Сейчас на него делается большая ставка, ведь он вместе с Анной Смирновой вывел алтайское фехтование из 10-летней стагнации на топовые позиции, взяв не одно призовое место на всероссийских соревнованиях. Однако и ему было нелегко. Особенно на первенстве страны. У меня все начало не получаться с группы. Я проиграл два боя. Достаточно не очень хорошо отжеребился. И начал фехтовать очень, так сказать, неуверенно. Я свой первый же бой за вход в 32 начал проигрывать. Он, естественно, подошел, говорит, давай, включайся, собирайся. Перед тобой просто какой-то мальчик стоит, начинаешь фехтовать. Вот я его выиграл. Сейчас он занимает призовые места почти на всех соревнованиях, где участвует. На этот сезон цели Кирилла непросты. Попадание в основную всероссийскую сборную по юниорам. И если получится, выступление на первенстве мира. Однако за него переживать не стоит. Ведь его обучает Валерий Анфеоктистов. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. А чего желают своим наставникам и учителям Барнаульцы? И были ли они примерными учениками? Об этом мы спросили у самих горожан. Учителям терпение, чтобы ребятишки слушались, уважали. Ну, хорошие зарплаты. Здоровье. Потому что мои учителя, которые меня учили, они уже все взрослые очень. Поэтому им только здоровье. Терпение и крепких нервов. Прежде всего терпение. Самое главное. Ну и понимающих, послушных учеников. Чтобы к детям как к своим относились. Ну и терпение. Каким ты был школьником в свое время? Наверное, примерным. Шкодил, донимал учителей? Нет, нет. Сидела на последней парте, двойки получала, рисовала на партах. В то время это было популярно. На партах глядости писала. За что ты любишь определенного учителя, либо у всех учителей? Что они тебе в жизни дали? Ну, как по жизни вообще идти? Как с людьми общаться? Как из ситуации выходить? Спустя, конечно, годы я понимаю, что мне очень много дала моя классная руководительница. Зайцева и Дакия Ивановна. Большой привет ей, если она слушает и смотрит. А что именно? Как она повлияла на вашу жизнь и что через год выполнили? Ну, не знаю. Как-то научила отстаивать свое мнение, в общем-то. Научила разбираться в людях. В общем-то, как сказать, очень научила терпению. Не важно, как вы учитесь, главное оставаться человеком. И в завершении выпуска история геройства маленького человека. Девятилетний Егор Усольцев из села Черемушки на Залесовского района спас двух детей, не дав утонуть. История произошла еще в конце сентября, но известно о ней стало сейчас. Трагедия едва не случилась на берегу реки Талица, где играли двое детей, четырех и пяти лет. Спускаясь к реке по крутому склону, они подскользнулись и упали в воду. Егор услышал крик и кинулся на помощь. Девочку он достал быстро, она успела ухватиться за куст. Мальчик к тому времени успел наглотаться воды, его начало сносить течением. Егору пришлось проплыть 200 метров, чтобы догнать мальчика, а затем против течения начать грести к берегу. Там уже посиневшего мальчика помогла откачать одна из жительниц поселка. К счастью, история завершилась благополучно. Известно, что завтра Егора ждет награждение в районном Доме культуры. А мы расскажем об истории мальчика и его жизни в ближайших выпусках. А у меня на этом все. Очередной выпуск нашей программы смотрите завтра в это же время на телеканале Толк. Я напомню, телефон редакции 205-545. Обязательно звоните. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи в эфире. Продолжение следует...